Всем привет! Сегодня мы с вами снова поговорим о пустых баночках. Почему снова? Потому что это вторая часть видео о пустых баночках. Если вы не видели первое, то я вам обязательно оставлю ссылку. Перейдите, посмотрите, потому что там не менее интересно будет, чем здесь. Но у нас с вами еще осталось очень много продукции, о которой я хотела бы с вами поговорить. Что-то я допользовала до конца. От чего-то я буду избавляться практически нового, что мне не понравилось по качеству. Я хочу детально вам расскажу обзор о каждом продукте, поэтому продолжайте смотреть. Давайте приступать. Первое, что я хочу вам показать, это как раз то, что мне очень понравилось, и я допользовала уже до конца. Это шампунь и бальзам от White Mandarin. Это органическая украинская марка. Шампунь у меня был укрепление и рост, и бальзам у меня был увлажнение и защита. Что я могу сказать? Мне эти продукты очень понравились. Шампунь единственное очень раздражает тем, что он плохо мылится. И когда у меня были длинные волосы, то это вообще очень сильно раздражало. Сейчас, когда волосы короткие, меня это уже намного меньше напрягает, но тем не менее расход у него все-таки достаточно большой. И мне бы хотелось, чтобы компания выпускала шампунь в бутылечках немножко побольше. Потому что вот этого хватает, ну, самый максимум на месяц, и это при моей длине волос. Если у вас длина волос больше, то вот этого вам хватит буквально там, я не знаю, может недели на две. И что касается бальзама, то к нему у меня претензий вообще просто ноль. Я уже купила себе новый шампунь и бальзам. Единственное, не эту серию, решила попробовать что-то другое. И конкретно вот этот бальзам мне нравится больше, потому что он намного более увлажняющий. И он мне вообще напомнил именно такие люксовые, классные какие-то бальзамы для волос. И именно конкретно вот этот, который увлажнение и защита, просто вообще супер. У меня сейчас другой, я уже не вспомню какой, но он чуть-чуть похуже. Тоже классный, но чуть похуже. Вот этот вообще просто на 5 с плюсом, всем его рекомендую. Еще одна шампунька у меня закончилась. Это компания FANOLA NutriCare. Очень давно у меня уже стоял этот бальзам и шампунь. И как-то очень долго я ими не пользовалась. У меня какая-то была волна органических средств. Я только по органике проходилась. Вот это же неорганическая, это такая типичная, скажем так, линейка уходовая. Но мне понравилось. Запах тут просто божественный. Пахнет чем-то таким кокосовым, как кокос с молоком. Вот чем-то таким пахнет. Очень классный запах. Шампунь достаточно типичный. Я не помню точно сколько стоит. Если стоит дорого, то я вам рекомендую брелил. Если стоит не очень дорого, то вот где-то уровня брелил, наверное, это средство. Если попадется, то и по цене вас устраивает, то вполне можно брать. Еще один шампунь, который закончился, был от Faberlic. Это Black Detox. Шампунь для глубокого очищения волос и кожи головы. Этот шампунь черного цвета, и им в основном пользовался мой муж. Как он сказал, нормальный шампунь, ничего сверхъестественного для мужчин, для такого частого мытья головы, в принципе, подходит. И хотя он глубоко очищающий, но он им пользовался достаточно часто, и при этом каких-то нареканий я от него не слышала. Давайте немножко уделим времени декоративке. Закончилось у меня две тональные основы. Это два моих огромных фаворита. Первая это тональная основа Too Faced Born This Way. Закончилась она у меня где-то в феврале, и я очень сильно хотела купить ее заново. Но тогда, когда я оформила заказ, ее не было в наличии, мне этот заказ отменили. Потом как-то что-то закрутилось, завертелось, и вот мы уже в разгаре весны, уже даже скоро лето начнется. И я решила для себя, что на лето я ее, наверное, покупать не буду. Она очень сияющая, очень увлажняющая, и все-таки летом, наверное, это не та тональная основа, которая будет хорошо смотреться. То есть летом зачастую кожа больше блестит, даже учитывая тот факт, что у меня нормальная кожа, немножко сейчас склонная к сухости. Мне кажется, что все-таки на лето это все-таки не очень хороший вариант. Поэтому где-то, наверное, ближе к середине осени я ее все-таки закажу, потому что она мне очень нравится. И приблизительно тот же самый эффект можно получить от тональной основы от Color Me. Это серия 2HB. Очень мне нравится эта тональная основа. Единственное, чем она проигрывает по сравнению с Too Faced, это покрытием. Потому что Too Faced, вот буквально совсем тоненький слой наносишь, и у тебя уже такое хорошее среднее покрытие. То есть 90% каких-то несовершенств покрывает вот эта тональная основа с очень легенького слоя. Вот это же все-таки имеет ниже среднего покрытия, но в то же время эффект тоже похожий. Очень такое сияющее лицо получается, очень красиво выглядит, незаметно ее на лице. Классная тоже тональная основа. Если вам не нужно сильно большое покрытие, вот вам отличный вариант. Взяла тоже на пробу себе две маски для лица. Это какая-то новая для меня компания, называется «Зая». В общем-то я точно не знаю, как она правильно называется, но пишется как «Зая». Нашла эти маски просто когда гуляла по супермаркету, вот чего-то они мне приглянулись, наверное, из-за своего дизайна. И я решила купить. Первую, которую я попробовала, это с козьим молоком. И она рассчитана для сухой и склонной к морщинам кожи. Наверное, я с ней погорячилась, потому что все-таки у меня не такой возраст еще, когда ее можно использовать. В общем-то после использования этой маски меня обсыпало прыщами. И это, конечно, было не очень классно. Через какое-то время я попробовала их другую маску. И это уже конкретно восстанавливающая маска с гиалуроновой кислотой для нормальной, сухой и чувствительной кожи. Вот это мне очень понравилось. Вот реально кожа после нее как будто такая напитанная, не блестящая, как блин, а именно такая вот сияющая, очень красивая. Вот это мне очень понравилась маска. Если попадется где-то, я, наверное, еще парочку таких вот штучек куплю. Может быть не целый тюбик, потому что у них она вроде продается тоже еще в таких вот как баночках. Может быть пару вот таких вот штучек я бы точно купила, особенно когда нужно перед съемками, да, чтобы кожа как-то выглядела получше. Вот это вот очень классный вариант. Так, что у меня здесь еще осталось? Осталось тут у меня еще вот такое вот мыло. Я заказала его повторно. Это мыло от Faberlic, жидкое мыло с салантаином. Мне очень нравится это мыло, потому что оно очень нейтральное. Оно не имеет какого-то там запаха определенного. Вот такое приятное, совершенно нейтральное мыло. Еще немножко декоративки. Закончилась у меня тушь от CoverGirl, которая называется Super Sizer. В принципе, понравилась. Может быть не настолько сильно, как их классическая Lash Blast или Clump Crusher. Но очень даже такая неплохая тушь. Возможно, куплю заново. Если попадется по какой-то акции, по какой-то скидке, возможно, куплю. Но так, чтобы я прям за ней бежала и покупала бегом, то нет. Еще тоже у меня закончился консилер от LA Girl Pro Conceal. И конкретно в оттенке закончился Classic Ivory. Очень-очень классный оттенок для зоны под глазами. Это именно такой вот светло-персиковый тон. Отлично перекрывает какую-то синеву, какие-то фиолетовые оттенки под глазами. Очень-очень классно. Стоит буквально копейки. Я вам очень рекомендую, если вы ищете вот такого вот персикового тона какой-то консилер и из недорогого сегмента, то вот это вот отличный вариант. Буквально сегодня добила я до конца дезодорант от Garnier. Это Neo интенсивный антипроспирант невидимый сухой крем. Очень-очень мне он понравился. В первую очередь мне понравилась сама текстура, потому что крем очень быстро впитывается, не оставляя следов на одежде. Любые вот такие вот ролики, которые мажешь, потом надо вот так вот 3 часа ходить или ждать, пока оно впитается, а только потом уже надевать на себя одежду. С вот этим же там чух-чух и сразу оделся, и при этом никаких следов оно не оставляет. Конечно, это неорганический дезодорант. Я сейчас хотела бы переключиться на что-то более органическое, потому что меня пугают все эти статьи о том, что вот эти дезодоранты вызывают рак груди. Если вы знаете какие-то реально классные антипроспиранты, которые классно работают, то, пожалуйста, порекомендуйте мне. Я уже пробовала вот эти вот все кристаллы, они меня не очень впечатляют. Они работают, да, но не так, естественно, как вот эти вот. Если вы знаете какой-то аналог, который настолько же круто работает, но при этом у него нет каких-то вредных ингредиентов в середине, пожалуйста, посоветуйте, я буду вам очень признательна. Обещала я вам рассказать свои впечатления о цитрусовой пасте от Faberlic. Не очень мне понравилось. Все-таки классические мятные мне нравятся намного больше. Это такая мята с апельсином перемешанная. Ну, как-то не пошло оно мне. Я, конечно, допользовала ее до конца. Нормально, ничего плохого сказать не могу. Может быть, детям она больше понравится, я не знаю, потому что такой более цитрусовый аромат. Но я все-таки решила, что классические мятные мне нравятся намного больше. Добила тоже до конца прозрачный гель для бритья и умывания. Это серия для мужчин от Faberlic Celsius называется. Вот такой вот гель для бритья мне понравился намного меньше, чем пенка. Вот их пенка мне нравится из этой серии намного больше, поэтому заново покупать не буду. Так, последние несколько продуктов у нас здесь осталось. Выбрасываю тоже вот этот вот антицеллюлитный крем. Это от Sengara. Продается это в Faberlic'е, можно заказать у них. У них раньше был набор из трех таких тюбиков. Два из них я использовала полностью. Вот этот вот где-то, наверное, на одну третью я использовала. И потом заметила, что у него уже вышел срок годности. Три вот таких вот, три в одном, наверное, брать это слишком много. Или можно брать, если вы проходите какой-то там курс антицеллюлитный. Может быть, тогда вы сможете, успеете допользовать, пока не выйдет срок годности. Я не успела. Хотя тоже проходила курс по похудению, антицеллюлитному массажу. Я заказала. У них сейчас обновленная версия, тоже та же марка, тот же принцип, но у них уже один такой вот тюбик. Его перезаказала, потому что мне нравится, в принципе. Мне кажется, что есть какой-то эффект. Естественно, не просто там мазать и ничего не делать. Ну, мазать после массажа антицеллюлитного или мазать и сочетать это с какой-то тренировкой или с питанием. Тогда эффект есть. Поэтому перезаказала и пользуюсь сейчас уже обновленной версией. Довольно давно у меня уже закончился вот такой вот увлажняющий крем от Michael Todd. Это конкретно Liposome Antioxidant Masturizer. Мне этот крем понравился, но не настолько сильно, как сыворотка их, моя любимая Antiox. Сыворотка Antiox пока еще ничего не сравнится для меня. Не нашла я ничего, что было бы лучше, чем эта сыворотка. Единственное, что мне нравится где-то приблизительно наравне, это моя сыворотка швейцарская. У меня есть об этой сыворотке отдельный обзор. Тоже очень-очень классная сыворотка, но безумно просто она дорогая. И в этом плане она немножко, конечно, проигрывает по сравнению с Michael Todd. Но если в Michael Todd буду что-то заказывать, то, скорее всего, Antiox, а не эту. Ну и что, тут, в принципе, уже практически у меня ничего не осталось. Попробовала я Hypnos Drama. У меня была вот такая вот мини-версия от Lancome, это тушь. Ой, что я хочу сказать. Хотела я эту тушь не полюбить. Я знаю, насколько много восторженных отзывов о тушах Lancome. И у меня к туши всегда такое очень предвзятое отношение. Я не могу потратить на нее много денег. Вот у меня жаба давит тратить много денег на тушь. Не знаю, почему. Потому что, наверное, ни одна еще не сделала каких-то, ну, просто мега чудес на моих ресницах. У меня ресницы сами по себе очень невзрачные. Поэтому, ну да, какая-то сделает их немножко лучше, какая-то немножко хуже. Но, тем не менее, все равно не сравнится с накладными ресницами. Если я хочу какой-то вау-эффект, то я всегда клею накладные ресницы. Вот эта, как мне не хотелось, чтобы она мне не понравилась, очень мне понравилась. Она реально очень крутые ресницы делает. И даже с моих невзрачных она делает такие достаточно, ну, неплохие ресницы, я бы сказала. И вот, когда я крашу вот этой тушью ресницы, у меня нет такого ощущения, что вот как бы хочется наклеить накладные, иначе глаза выглядят лысыми. Но в то же время я недавно для себя открыла средство, которое в сочетании с любой другой тушью, даже не очень хорошей, делает очень похожий эффект на вот это. Я делала тоже уже отдельное видео об этом средстве, если вы не видели, опять-таки рекомендую вам его посмотреть, потому что, в принципе, очень похожий эффект получается и за намного более бюджетную сумму. Ну, это все. На этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось, было для вас информативным и полезным. Обязательно поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео. Пока! Глаза здесь требуют наибольшей коррекции, потому что вот эта очень сильно падающая часть глаза, она добавляет такого эффекта очень грустного лица. Для того, чтобы его скорректировать, у каждой девушки индивидуальный подход, что касается конкретно этого глаза. Смотрите здесь. И скажу, что начала я этот переход в сентябре 2015 года. То есть прошло уже почти 8 месяцев, и мне кажется, за это время я могу уже точно рассказать, какие последствия этого питания, как оно мне подошло, как оно мне нравится. До новых встреч! До новых встреч!